Харнака для решений ПО-Текс-Лапласиана с двухфандными показателями ПА Ну вот название доклада видите. О чем здесь пойдет речь? Пойдет решение о регулярности решения ПО-Текс-Лапласиана Ну вот здесь как обычно показатель ПА деленно от нуля и от бесконечности Значит, ну вот такие функции можно называть ПО-Текс-Гармоничными Ну и целью является изучение регулярности при низких предположениях о регулярности самого ПО-Указателя Ну вот, что такое вообще неравенство Харнака Я тебе просто напоминаю Да, ну это классика Курс уравнений частных производных Ну вот, да, был человек такой Собственно, это человек Харнак, ну вот Заметил он, что для гармоничной функции не отрицательно Имеет место вот такое неравенство Замечательно оно следует из формулы Хуассона Там это все в учебниках Есть Дальше, в общем, это еще 19-й век Ну вот А из неравенства Харнака Как оказалось Ну, оно влечет много всяких интересных следствий Ну, например, теорема Лювиля Постоянстве ограниченных Гармонических функций Устранимость изолированных Особенностей Теорема Там всякие Теоремы о сходимости Гармонических функций Вот, дальше Ну вот Были Обобщения Так вот Если По истории Пройтись Быстренько Ну вот В первой половине 20-го века Вот В 50-х годах При разных условиях На коэффициенты Как на дивергентах Так и на дивергентах Уравнение Ну, для Размерности 2 Там было обнаружено Что не нужно Коэффициентам На На параболический Случай Это вот Финни Адамар Перенесли В 50-х Дальше Вот Ну вот Потом были Для линейных Дивергентов Уравнений Замещают результаты Мозера Это вот 61-й год Которые Являлись В каком-то смысле Расширением Предыдущих Там Знаменитых Результатов Ди Джорджа А геогеровской Регулярности Решений Ну вот Пусть Уэфа Не отрицательное Решение Дивергентного Элитического Уравнения Второго порядка Коэффициенты Измеримой Функции Условия Номерной Элитичности Решение Смысленной Элитичности Понимается Дальше Ну и вот Ди Джорджа Получил Теорему О геогеровской Непрерывности Решений Вот А Мозерт Оказал Неравенство Хорнака Ну вот В такой форме Что-то неотрицательное Решение Шарики Радиуса 4R То Концентрическом Шарике Радиус R Супремум Оценивается Через Инфимум Константы Зависит только От константы Элитичности Размерности Пространства Но от радиуса Шара Никак не зависит Ну вот 4R Там Радиус Большого Шара Там Можно на 1 плюс Эпсилон Разменить Тогда Константы Еще от Эпсилона Будут Зависить Ну вот В частности На самом деле Вот Ди Джорджер Решение Дёдеровской Непрерывности Она может быть Избирает Харнака Получена Тоже Раньше Ну вот И в частности Это неравенство Мозрос Оно Послужило Основанием Для Богатой Теории Элитических Уравнений Второго Порядка В дивергетной Форме Ну вот Описание Изолированных Особенностей Для Неотрицательных Решения Вот Серин Сделал Оценки Фундаментального Решения И Виннеровские Критерии Регулярности Точки Витманс Там Пайки Вальбергер Теория Супер Решения Ну это Аналог Классической Теории Потенциала Дальше Ну вот Я тут Привожу Ссылки На Вот Эти Основные Работы Вот Ди Джорджи 57 Мозера Ну вот Харнак 61 Год Серина Это уже Уравнение Типа Куэлла Класса Ну вот Это Тоже Замечательная Работа Литмана Стоп Вальбергера В аналог Киза 63 Года Критерии Виннера Был Получить Уравнение С Ограниченными Измеримы Коэффициентами Ну вот Работа Серина Замечательная Изолированным Особенностям Потом Трудингер Заметил Что для Супер Решения Можно Получить Тоже Некоторую Форму Неравенства Типа Харнак Ну уже В интегральной Форме Дальше Значит Да Ну Потом Была Параболическая Теория Развита Ну вот Да Естественно У нас Была Параллельно Линия Работ Ладыжинск Уральс Тоже Очень Известных Но Они Скорее Метод Дежур Следовали Дальше Ну вот Был Еще Независимый Подход Лагиса Вот Который Основывался На Утверждениях Типа Лемму О Возраст А Ну вот Здесь Я Сам Простой Сформулировал Для Гармонических Функций Вот Ну что Вот В Маленьком Шарике Если Область Тоненькая То Супремум Решение Упойдет По сравнению С Супремум Большим Шариком Дальше Ну Ну вот И Лагис Он Получил Он Создал Такую Технику Которая Позволяет Сводить Такие Вот Сильные Утверждения Типа Неравенства Харнах К Лемм О К Получению Леммого Возрастания Ну вот Используя Технику Крылов Исофонов Получили Свои Результаты Знаменитые Ну Ну так Развивая Технику Вот И там Обобщая Максим Александрова По ущелью Для Аниниюх Нет Уравнений Неравенства Харнаха Геологическая Упровенность Это Начало Восьмидесятых Дальше Самая Ну вот Как все Дело Формулируется Вот Ну Политр Все это Стандартное Да Парболическое Неравенство Фарнах Ну вот Там Нужно Брать Парболический Целитр Ну Это И Был Известно Часто Силипопроводности Да Ну вот Теперь Придем К Пл Полосян Ну вот Если Брать Уравнение С постоянным Показателем Неринейности Ну вот Здесь Теория Существования Это Наверное Может Началась С работ Вишека Вот Потом Метод Компактности Использовался Затем Пошел Метод Монотонности Для более Общих Уравнений Вот Милерей Ион Смитти Браудер По Регулярности Решения Это Вот Работа Серийна То Что Я уже Приводил Латыжинскую Ральцевой Затем Оцен Игредиенты Это Уральцев Уренбер Крэвенс Таллсдорф Вот Ну в общем И много Всяких Было Работ Регулярно С граничной Точки Достаточно Условия Мазья Получил Ну Потом Для общего Класса Горит И циммер А Необходим Условия Там Спустя Много Лет Терпеланина Малой Дальше Ну вот Теперь КП Я возвращаюсь Нашему Вот Здесь Показатель Нелинейности Степень В потоке Присутствует ПЛТХ Она уже Зависит от точки Отделена От Бесконечности Ну Понятно Можно Да Ну Кто-то Рассматривает Какие-то Факты Получаются Там И Можно Без Ограничения Но Это Уже Совсем Другая Теория Будет Ну вот Исследования В этом направлении Были Неинесированы Василием Васильевичем Житковым Вот Это Работа 83-го И 86-го Года Ну Вот Это Вот Эта Работа 86-го Года Самая Известная В 83-м Там Какие-то Вопросы Они Начали Ставиться А в 86-м Уже Появились Появился Вот Знаменитый Пример Дальше Да Ну вот И Речь Там шла О так называемом Эффекте Лаврей Ну вот Василий Он изучал Минимизанты Этогральных Функционала Вот Такого Вида Значит Функция Ф Она Каратеодоревская Выпукла По второму Аргументу И Вот Удовлетворяет Так называемым Нестандартным Условиям Роста Ну вот Важный Пример Это Интегрант Вот Такого Вида Модуль Кси В степени П От Х Делить На П От Х Вот Ну Понятно Там Что Вариация Такого Функционала Она Как раз Приведет К уравнению П От Лапласа Ну и Вот Василий Василь Обнаружил Вот И Привел Пример Что Если Мы будем Просматривать Инф Инфимум Этого Функционала По Функциям Из В 0 1 Альфа Ну или Там Может По Естественному Области Отделения То Он Может Быть Строго Меньше Чем Инф По В 0 1 Бета Ну или То же Самое По Гладким Функциям Дальше Ну вот Пример Жикова Я Просто Хочу Напомнить Он Конечно Очень Хорошо Известен Это Крест Знаменитый Круг На Плоскость Разбит На 4 Квадранта Значит Там Например Миш Нарисуй Семь Невозможно Да Давайте Нарисую Так А вот Там Какой-то Есть Думаж Да Вот Значит Здесь У меня П Значит П 2 Идет Значит Здесь П 2 П 2 Здесь Значение Показателя П 1 П 1 Значит П 2 Больше 2 П 1 Меньше 2 Вот И Приводится Просто Пример Прием Васильевич Пример Вот Конкретного Показателя И Конкретной Функции Вот Ну и Собственно Конкретной Правой Часть Уравнения Ну вот Это Вот Ж Такое Что Действительно Эффект Лаврентьевой Имеет Место Дальше Да Соответственно В связи с этим Возникает Вопрос Может Могут Быть Разные Типы Режений Ну вот Можно Вести Такое Естественное Соболевское Пространство Пока Имеем Дело С функциями У которых Ноль на границе Как Вот В этом Примере Естественное Соболевское Пространство То есть Функции Которые Попадают Естественно Области Крепления Магнитурального Функционала Соболевские Функции Сама Функция Соболевские Производные Суммируем И На блок Степени Патекс Тоже Суммируем Вот Ну вот Напоминаю Как Норма Люксембурга Вводится Ну вот В частности Такое Пространство Естественно Будет Вкладываться В В В В В В В В Альфа Обычная В В В В В В В В Можно Определить Пространство H Замыкание Гладких Финитных Функций В 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 Больше, чем дичь, и тогда могут быть какие-то промежуточные пространства между ними дальше. Ну вот, если мы вернемся к той задаче минимизации, которая была, можно на несколько слайдов вверх. Ну вот, можно рассматривать в каком-то таком пространстве, лежащем между HW, это может быть и HW, и что-то между ними замкнутое пространство. Ну вот, такая задача имеет единственное решение, которое удовлетворяет интегральному творчеству, сравнению с Лагранжа. Ну, можно его построить и методами, в данном случае методами теории монотонных операторов. Ну вот, можно рассматривать и просто решение в слабом смысле. Да, но что можно про них сказать, это вообще говоря, ничего. Ну вот, можно сказать, что, например, у есть в решении вот такого уравнения, если интегральная множество выполнено на всех функциях и на всех пробных функциях из В. Вот, из-за промежуточного пространства. Здесь преувшится. Так, ну вот, такие В решения можно назвать вариационными решениями. Для них, ну вот, в данном случае, есть единственная сила монотонности. Естественно, любое вариационное решение является слабым решением. Ну, про просто по определению, потому что В включает в себя функции сценой бесконечность, но есть, могут быть и слабые решения, не являющиеся вариационными. Ну вот, необходимое достаточно условие того же слабым было вариационным, это то, что в интегральное множество можно поставить в качестве пробной функции само решение. Вот, ну вот, в Жейковском примере, в этом, в кресте, к размерности HW, это единичка, вот, ну, то есть, можно H дополнить вот той функции, которая была в примере, и тогда получится W, вот. Ну и W решение, они в этом примере разрывно, но и H решение непрерывное во всей области. Ю, да. Да. И для других типов задач, там, ну и для, тоже, ну вот, здесь была задача на дирекле, там, тоже могут быть подобные эффекты. Вот, ну, естественно, возникают вопросы, когда пространство H совпадает с W, то есть, когда гладкие функции вплыла. Плотны в естественном собористом пространстве, это и гарантирует, ну, просто по определению, отсутствие эффекта ладытьева. Ну, вот, в примере Жейкова, 1986 года, показатель разрывен и имеет структуру типа седловой точки. Ну, вот, в той же работе Василий Васильевич заметил, что, на самом деле, вот, если, например, две, два постоянных значения показателя разделены к какой-то гладкой гиперповерхности, ну, например, гиперплостности, тогда гладкие функции будут плотны в соответствующем собористом пространстве с переменным показателем. Ну, ну, то есть, если ситуация, вот, и все, а там, чтобы уже, ну, видимо, бумага кончилась, ну, ну, ладно, здесь счеты же нет. То есть, то есть, если бы было вот так, здесь значение показателя P1, P2, то эффекта ладытьева не будет. Вот. Ну, вот, затем была работа 92-го года, ну, вот, кстати, по крайней мере, судя по ссылкам, вот эти предыдущие работы Жейкова они не знали, вот. Значит, они некое условие придумали, ну, что вот если мы, если в каждой точке области можно вот, ну, вот оно здесь написано, найдется некоторый шарик вокруг этой точки и такой конус, что вот если мы из каждой точки вот этого шарика выпустим вот этот конус, то, ну, вот, значения показателя в этом конусе будут больше, чем в его верхушке. Тогда будет плотность гладкой функции в Соболевском пространстве, вот. Ну, ну, то есть, вот некое, вот, ну, чтобы было некоторое направление роста у показателя, ну, вот, понятно, что вот нет, в такой ситуации это выполнено, а вот в ситуации вот этого вот этого, а вот в этой ситуации это уже выполнено не будет, ну, вот, по креслости вот этого точки седловой. Дальше. А, да, у меня. Да. Ну, вот, так, вот. Ага. Ну, вот, и перехожу вот к замечательному логохимическому условию Житова. Значит, ну, вот, в чем проблема? Ну, естественно, как хочется приближать функции гладкими. Да, как обычно это делается, там, вот, в теории Соболевских пространств, там, как открыть, там, любой учебник или метод. Книжку Соболева самого берем, сворачиваем с каким-то гладким ядром усреднения, ну, вот, и получили последний, сходящийся к исходным функциям. Ну, вот, а для переменного показателя проблема в том, что, ну, вот, оператор сдвига, он, вообще говоря, в Lp от x не ограничен. Ну, например, вот, если брать пространство с переменным показателем от Rn, ну, можно и для области это же симулировать, то он отображает Lp от x от Rn в себя для всей хачки. Тогда это вот тогда, когда P является константой. Вот, ну, можно, конечно, брать усоединение не по шарику, а по конусу. Вот, ну, тогда, как раз, если хотеть, ну, чтобы вот это, оператор бросал Lp в себя, ну, для, там, H из некоторого направления, ну, вот, получаются условия в духе, вот, такой, как у Эдмундса и Рокошника было. Да. Вот. Ну, вот, и потом появилась вот эта статья, которая, можно сказать, эту деятельность повернула в правильное русло 95-го года в Russian Journal of Mathematical Physics об эффекте Лаврейкиева. Значит, если показатель удовлетворяет вот такому условию, логарифмическому, ну, вот, это называют глобусловие или логарифмическая гельдровость, тогда H равно W, то есть гладкие функции, гладные с областью пространства с переменным показателем. Так. Да. Ага, вот. Ну, вот, теорема, она, на самом деле, была исходно не о, ну, была сформулирована не в терминах, вот, плотности глобусловых функций в собрательском пространстве, а в терминах интегральных функций функционалов, то есть рассматривался интегральный функционал, ну, вот, такого вида, как выше, ну, вот, и вводилось понятие регулярного интегранта, ну, ну, что это такое, что если для любой функции, ну, вот, и, там, из естественной области определения, существует последовательность гладких функций, которая, так, ну, здесь, конечно, тут, тут опечатка, тут бета должно быть, сходящийся Q в 0,1 альфа, ну, и так, что функционал у Эпсила интегрально сходится к исходному функционалу, ну, естественно, по определению, просто по определению эффекта Лаврентьева, эффекта Лаврентьева здесь нету, да, ну, вот, еще раз, вот здесь вот бета надо читать. Ну, вот, была сформулирована некоторая лемма общая, но она пригодна и не только, там, вот, для случая, вот, функционала, ну, вот, если мы будем рассматривать функционалы, типа, вот, норма пространства с переменным показателем, ну, и, там, модулара, так сказать, что, ну, вот, шиповская лемма, она вот с такой вот подстановкой читается, ну, и доказательство здесь оно, на самом деле, проводится, вот, теми же усреднениями, что и обычно, вот, то есть здесь никакой миссии нет, но просто, вот, Василий Васильевич понял, что надо доказывать, вот, какое условие ставить, ну, вот, ну, здесь опять, конечно, опечатка, здесь Y должно быть, вот, ну, что, вот, сворачиваются функции с сериалом усредине, пусть она для простоты имеет компактный носитель, вот, значит, тогда для градиента у Epsilon есть поточечная оценка через Epsilon некоторая отрицательность степени, и Юрий Александрович, ну, дальше, вот, ну, потом используется неравенство Йенсена, вот, и там есть, значит, модуль градиента в степени P-Epsilon, вот, P-Epsilon оценивается через последовательность функции, сходящейся через VL1, ну, а дальше, вот, уже играет роль логарифмическая, условие, что вот P-Epsilon нужно поменять на P, но здесь опять Y, пропущенная опять отпечатка, вот, и вот здесь у Epsilon, последовательность брадиента у Epsilon степени P от X, опять же, мажорироваться сходящейся VL1 последовательностью, ну, из теоремы Лебега получается сходимость, ну, вот, фактически энергии у Epsilon к энергии исходные функции, но, по теореме, там, Шеф или Елилиса получается уже обычная сходимость, вот, ну, и там же Шипов свой предпредыдущий пример улучшил, показав, что существенного грифмическое условие улучшено не может быть, ну, то есть, что вот здесь вот нельзя первую степень поменять, там, на более плохую, так, да, ну, и что, этот Лаврентьев, он может быть и для непрерывного показателя P, дальше, ну, и, ну, естественно, вот, тоже я возвращаюсь, что можно брать какое-то усреднение не по шарам, а по конусам, на самом деле, ну, вот, там, скомбинировали вот эти теоремы, там, Эдмунд-Саракошников и Житко вот эти, там, Ваня-Манжао, ну, это просто как некое замечание, это достаточно очевидное, ну, и, например, ну, пример, вот, полезное, чего можно показать, если брать усреднение по конусам, ну, вот, значит, для креста плотности нет, а вот если взять, например, ну, вот, где-нибудь, вот так вот нарисую, значит, P1, P2, а вот здесь вот, пусть будет у меня P3, то есть вот такая вот тройная точка стыка, а здесь уже плотность будет, вот, так интересно, да, ну, вот, затем Василий Васильевич, он немножко глаголиферическое условие услабил, ну, показал, что можно на двойной логарифм испортить, но уже при ограниченности вот этой константы K, привел пример, что это P1 существует, это 2004 год, дальше, ну, вот, когда появилось логарифмическое условие, ну, естественно, возник вопрос, а вот, что можно сказать про, будут ли непрерывные решения при, вот, логарифмическом условии, ну, естественно, вот, безо всяких условий регулярности на показатель, ну, вот, пример Житова показывает, что совершенно не обязан быть непрерывный, и даже если непрерывный показатель брать, но, вот, хуже у логарифмического, то, опять же, вот, этот пример, там, ну, его развитие, там, в работе 95-го года показывает, что непрерывности решений по этой изгармонической функции может и не быть. Ну, вот, потом, в 2017 году работа Алкутова, которой, ну, там были и работы и ранее, но при более ограниченных условиях, при логарифмическом условии Алкутов показал, что будет Гёдеровская непрерывность решений, неравенство Харнака, вот, ну, теперь перейду, собственно, к двух важных задачам нашим. Вот, в 94-й год работа Черни и Фуску была, они рассматривали регулярность минимизантов, ну, вот, такого энегрального функционала, который уже был в ситуации, когда, ну, вот, как предыдущая картинка была, есть разделяющая гиперплоскость в области, с одной стороны, от неё значение показателя одна, константа, с другой стороны, значение показателя другая константа, вот, и, ну, вот, они использовали вариационный подход, показали ограниченность минимизантов Гёдеровской непрерывности, здесь минимайзер можно писать, раз я здесь пишу минимайзер, повышенную суммируемость кредиента, то есть, оценки в духе МЕРС, ну, вот, вот эта работа была, ну, вот, у Ахута в 97-м году, там, там, на самом деле, было некое расширение, вот, результата от Черни и Фуска на случай, если с двух сторон разделяющая гиперплоскость и значение показателей непостоянно, а логарифмическое условие, оно требовалось еще условие скачка, что было, ну, то есть, вот, предельное значение при подходе к этой разделяющей поверхности с разных сторон, они должны отличаться, ну, по крайней мере, там, на какую-то константу положительную, вот, ну, там, техника была, таким образом, модифицирована, ну, чтобы рассматривать просто решение вне зависимости от их вариационной природы. Ну, вот, дальше, в 2005 году в работе Ахутова было ликвидировано и условия скачка, и требования, вот, глобальной логарифмической непрерывности, ну, то есть, так, было показано, что для гельдеровской непрерывности протекс-гармонической функции достаточно логарифмической непрерывности показателя только в рассматриваемой точке, а что в других точках, это совершенно не, ну, не важно. Ну, вот, теперь я к определениям перейду, ну, вот, пусть сейчас W, O, D, я уже тут, мне уже 0 на границе не нужно, вот, естественно, с облеском пространства с переменным по указателям, вот как в нем сходимости, определяется, но я даже и не буду определять, значит, ну, вот, W, 0, это пусть функция с W с компактным носителем, ну, можно, там, считать единых мер, и, если угодно, там, замыкание, там, множество W, вот, а H, ну, это замыкание гладких функций W, а H может замыкание гладких и финирных W, ну, вот, стандартное определение решения в смысле интегрального тождества, но, вот, опять же, можно определять W решение, можно определять H решение, значит, можно брать само решение из W, пробные функции из W, 0, а можно брать само решение из H и пробные функции из H, 0. Так, ну, вот, в 2005 году вот такая калема была у Алкутова, ну, вот, для двухквазного указателя, что, пусть разделяющая гиперплоскость, Xn равно 0, а часть области по одну сторону, часть области по другую сторону, и вот, с обеих сторон в точке X0 выполнено логарифмическое условие, вот, но, как бы, у отдельно, то есть, вот, при подходе, вот, например, вот эта вот точка X0, здесь, например, уже зависимость от X, вот, при подходе отсюда логарифмические модули непряженности, при подходе отсюда к этой точке, вот, ну, а там, может быть, какой-то там скачок, а может, того и не будет, ну, и вот, было, так, При этих условиях была доказана геодерская непрерывность H6W решений, вот, и глобальной информации, при этом, не надо регулярности показателя, нужна информация только в рассматриваемой точке, ну, вот, неравенства Харнака при этом получено не было, Ну, вот, чего-то не охватало, ну, вот, в итоге, некую идею тех оценок, которые нужны, она была найдена в работе, вот, в старой работе Трудингера, она, конечно, там для линейного случая была, для уравнения с весами, но, вот, а здесь весов нет, уравнение нелинейное, но, вот, идея пригодилась. Да, ну, вот, значит, вот, если возвращаться к ситуации примера Ачерги и Фуско, вот, в 2016 году мы получили некий вариант неравенства Харнака, ну, вот, в такой, в чуть-чуть извращенной форме, вот, если видно здесь, ну, вот, здесь, что, О5, вот, два пустальных значения показателя, разделена гиперплоскостью, вот, ну, вот, здесь инфимум У берется по шарику радиуса Р, а вот супремум берется по вот такой вот, значит, если вот это вот, если П1 меньше П2, значит, вот, если вот это вот шар БР, то вот это вот будет, вот это вот множество КУР, да, нижний сегмент шара, ну, вот, если здесь радиус Р, то это, да, такой сегмент, отделенный на Р пополам. Ну, вот, как это ни странно, например, если не знать непрерывность решений, ну, вот, даже такой оценки достаточно для того, чтобы даже такого вот более слабого форма Харнака достаточно, чтобы непрерывность получить. Вот, ну, и было показано, что неравенство Харнака в классическом форме здесь не выполнено, ну, то есть у Р вот этот сегмент на весь шар заменить вообще говоря нельзя, ну, вот это вдруг и в таких темкостных оценок МАЗИ было сделано, вот, в докладах была у нас замерка, а дальше вот, ну, вот здесь она пока онлайн доступна, во-первых, был анализ, ну, вот, тут уже вот эти вот постоянные значения в П1 и П2 были заменены на значения, на показатель с логарифмическим модулем непрерывности, по одну сторону, по другую логарифмическим модулем. Ага, да я уже вот тут заканчиваю. Ну, и вот с некоторым дополнительным условием, что вот если мы будем рассматривать значение показателя вот здесь, вот в этой точке, то оно должно быть не меньше, чем значение показателя, ну, вот, симметричный мод в точке, являющийся зеркальным отражением. Вот, ну, и вот отдельно, вот, в этой зоне логарифмического условия и в этой зоне логарифмического условия, а здесь при переходе поверхности раздела, ну, вот могут быть какие-то скачки, опять же, могут быть, а могут и не быть. Вот, ну, и в этом случае вот нейральство формата выполнено, ну, вот опять же, вот здесь супремум берется по вот этому сегменту, не по полному шару, а ин берется по всему шару. Значит, если вот эта вот зона большего значения, ну, в указателе, то вот это множество у первой, вот x0. Так, дальше я уже перехожу, собственно, к навью. Ну, и вот в итоге сейчас избавились мы от вот требования глобального логарифмического условия и вообще в том смысле вот требования какого-то существования предельного значения. Значит, ну, вот теорема 1. А, такая простенькая, ну, в каком-то смысле. А, вот пусть у нас есть какой-то шарик, ну, радиус 8х с центром в какой-то точке, да, ну, вот пусть это неотрицательное, ну, там, да, ну, негде тут было бы написать, конечно, пограниченное или W или H решение. Вот. И если у нас осцеляться значения по указателе, по шару, ну, вот не превосходит L делить на логарифм единички на R, тогда будет неравенство Харната, ну, вот почти в обычной форме, ну, вот, там добавляется еще R за счет неоднородности. Да, R-секи, да, поставить нельзя. А если вот между этими полушариями есть некоторый скачок, ну, вот, того же самого уровня, вот, тогда нужно брать у 5 неполный шар, вот этот вот сегмент. Ну, вот еще раз, ну, вот здесь о непрерывности показателя в какой-либо форме не требуется. То есть просто вот, ну, вот. То есть, изменилось. Да, и, ну, какое-то уважение у посылятся именно вот на уровне данного размера. Ну, вот, и было получено неравенство Харната слабого типа для суперрешения. Ну, вот, отведение суперрешения, самое обычное. Да, ну, вот, оно уже выполнено не для самого решения, а вот нужно брать, ну, вот, и больше, что-то, примерно в двухфазной ситуации. Вот, вот так у курса минимум у ее черного отражения. Черного отражения идет с зоны, ну, вот, большего значения у указателя. Вот, ну, и вот такой аналог неравенства, которое трудно для установил для постоянного значения. Так, ну, вот тут можно еще что-то сказать там про ослабление логатомического условия, что вот была работа вот тут в Украшениннике в восьмом году, где условия на тройном Украине было ослаблено. Все, да? Да, я могу и закончить. Все.